Когда вы входите в зрительный зал старого художественного театра и приближаетесь к этому занавесу с чайкой, вас невольно охватывает какое-то особое, волнующее и странное чувство сопричастности с тем, что происходило здесь когда-то давно, на заре нашего века. Словно мы можем увидеть сейчас самого Антона Павловича Чехова, сидящего вон там в ложе, вновь услышать голоса тех великих актеров, что долгие годы звучали здесь, в Камергерском переулке, который потом назовут проездом художественного театра. Чехов навсегда стал вечным автором художественного театра. Он дал жизнь этому театру. Когда мы впервые играли Чехова, говорил Владимир Иванович Немирович Данченко, «Мы Чехова в себе носили, мы жили им, дышали с ним одним воздухом». Что же это были за люди? Наверное, здесь складывалось понятие истинной интеллигентности русского человека. Эти люди владели особым даром. Они умели жить мечтой. С тех пор прошло много лет. Сменились поколения. Приходили и уходили актеры. О Чехове то забывали совсем, то вспоминали снова, для того, чтобы, смеясь, распроститься с прошлым. Новый Чехов пришел на сцену художественного театра в 1940 году, перед самой войной, когда 80-летний Владимир Иванович Немирович Данченко поставил как свое духовное завещание «Три сестры с молодыми актерами художественного театра». Это был удивительный спектакль. Всем, кому посчастливилось увидеть его, наверное, никогда не забудут свое потрясение, которое мы испытали, сидя в зрительном зале. смотря на то, как играл Хмелев Тузенбаха, Тарасова Еланская Степанова сестер, Грибов Чебутыкина, Соленого Ливанов. Такие события в жизни театра редки. Они не забываются. Младшая из сестер Прозоровых, Ангелина Осиновна Степанова, сегодня вот здесь, со мною, в зрительном зале. Ангелина Осиновна, мне хочется вас спросить, вот когда работал с вами Владимир Иванович, о чем тогда он говорил с вами? Что вам было особенно близко, что волновало его вот в новом прочтении «Трех сестер»? Марина Николаевна, первое, что я хочу сказать, это Владимир Иванович сразу на репетиции стал искать тот стержень спектакля, то сквозное действие, которое, по его мнению, должно было пронизывать весь спектакль. Вначале он говорил о мечте о лучшей жизни. Но потом он пришел к заключению, что мечта – это что-то такое эфемерное, не совсем действенное. И тогда стал говорить с нами о тоске по лучшей жизни. Потом поставил задачу такую. Кто же тоскует о лучшей жизни? Кто же герой Чехова? Герой. Три сестры. Три сестры, которые живут в провинции, знают три языка. Маша прекрасно играет на рояле. Таких в городе только три, говорит Вершинин. А потом все будет больше, больше и больше. Такие же вот эти вот три сестры, которые в городе только три. Вот к чему должны вы стремиться. То есть это, конечно, большие люди с большими мыслями, с большими чувствами. И поэтичность языка Чехова, которая была несвойственна совершенно нам. Потому что, конечно, в жизни мы не говорим так. Моя душа, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. Как стихотворение в прозе. Да, он несколько раз упоминал на репетиции о том, что он считает, что текст человеческих сестер во многих случаях просто уже как стихотворение в прозе должно звучать. Ну и что же? Вот для того, чтобы такую поэтичность поднять. Ведь это же поэтическое выражение речи. Это же тоже обязательно всегда большие мысли. Маленькие мысли не могут быть воплощены в поэтическое звучание, правда? Поэтому вот все это вот на репетиции, как-то сказать, ну вот глубина роли, глубина внутреннего мира этих трех сестер совершенно различная. У каждого свое. Он не любил и всячески отметал такой, понимаете, какой-то, ну скажем, который сейчас как-то я часто вижу на сцене, понимаете, обнимаются, что-то такое. Нет. Он очень в этом смысле был строг. Никаких объятий, никаких, понимаете, уж если хочешь утешить, так положила вот Ольга руки ей, как бы останавливая, но не лаская ничего. Такой вот какой-то каких-то отношений даже между тремя сестрами он искал. Он очень интересно говорит. Сестры живут как бы окопанные порозень. Вот, вот, вот именно это. Мне казалось всегда, что Владимир Иванович не только как художник был как-то очарован Чеховым на всю жизнь, но и как человеком, видимо. И какие-то, ну конечно, и вот эти человеческие черты Чеховской сдержанности, какой-то застенчивости иногда. Вот, очевидно, он хотел и в героях тоже. Помню, как вот мой монолог в третьем акте, очень такой драматический, выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу. Он не дал мне никаких мизансцен, что я сидел только в кресле, и он только позволял мне только в конце концов заплакать и вот так поднять руку, чтобы все это было очень статично. Алла Константиновна в первом акте сидит, значит, очевидно, с каким-то очень большим внутренним тяжелым состоянием, потому что она потом собирается уходить с этих именин. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. Владимир Иванович тоже дал ей такое, значит, приспособление. У нее здесь такая висела цепочка, и только в какие-то минуты он говорит, что она чуть-чуть так вот ее теребит, и в это подает ее внутреннее волнение. Послушаем финальные монологи. О, как играет музыка! Они уходят от нас. Один ушел совсем. Совсем навсегда. Мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить, надо жить, надо работать. Завтра я поеду одна, буду работать в школе и отдам свою жизнь тем, кому она, может быть, нужна. Сейчас осень, придет зима, засыплет все снегом. Я буду работать, я буду работать. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. О, боже мой, пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. С тех пор спектакль художественного театра стал навсегда эталоном поэтического прочтения Чехова. И таким он остался. Шли годы, сменялись поколения, но долгое время никто не решался на пересмотр этого эталона. Так думал и Георгий Александрович Товстоногов, для которого три сестры Немировича Данченко всегда были высоким образцом. Но время пришло. Мысль об ответственности человека за окружающий его мир, поиски иного, более требовательного Чехова развивали и продолжали каждый по-своему новые спектакли 60-х годов. Чеховская чайка вылетела за пределы художественного театра, облетела многие города, страны и континенты. В наши дни поднялась новая чеховская волна. Прошлый сезон дал неожиданный взрыв новых постановок чеховских пьес. Появились в Москве сразу три «Вишневых сада», два «Ивановых». экранизации чеховских рассказов, повестей, ранней пьесы Чехова без названия, которой названа сейчас «Механическая пианино». Чеховская волна все нарастает. Что же несет она с собой? Почему так необходим стал сегодня Чехов? Наверное, каждое поколение в свои зрелые годы должно пройти через Чехова, сверить с ним свои поступки, свою душу, свое отношение к жизни, к людям. Ведь у каждого из нас есть свой Чехов. И очень трудно бывает порою отрешиться от какой-то зрительской инерции, от традиционного представления, привычного, сложившегося за многие годы. И поэтому спектакли новые как бы полемизируют между собою. И вокруг них идет спор, возникают дискуссии. Каждый спектакль отстаивает свое новое понимание Чехова. И выясняется, что Чехов может быть очень разным. «Вишневый сад» снова на сцене. Снова, как когда-то давно, слышатся споры, комедия это или трагедия. И каждый из режиссеров выбирает свое решение, «Но все они отказываются от комедийного прочтения». Начнем с театра «Современник». Этот театр, ведущий свое начало от МХАТовской ветви, выбирает решение во многом традиционное. Такое решение принимает его режиссер Галина Волчок. Она принимает лирический ключ. Это совсем не комедия. Это, скорее, грустное прощание. Прощание с садом, со своей собственной молодостью, с тем, что уходит навсегда в прошлое. Этот мотив уходящего времени подчеркнут и в музыке, и в декорациях облетевшего сада. И все они, обитатели этого сада, от Раневской до Фирса, играют не отъединенно, а объединены общим настроением. Они как бы дети одной семьи. И в минуту трудной, решительной перемены в жизни они сближаются, ищут опоры друг в друге. Раневскую здесь играет Татьяна Лаврова, Гаева Игорь Каваша, Варю Галина Соколова. Эти мотивы чеховской человечности, чеховской лирики, близки и другой постановки, телевизионной постановки «Вишневого сада», осуществленной режиссером Леонидом Хейфицем, в основном с актерами Малого театра. Здесь и много смешного, и грустного, но этот спектакль тоже отказывается от того, чтобы высмеивать драму Раневской и Гаева. Раневскую играет здесь Руфина Нифонтова, Гаева Иннокентий Смоктуновский, Каюров играет Лопахина, Соломин, Яшу, Дуняшу, Наталья Гундарева. Теперь еще один «Вишневый сад». Его поставил в театре на Таганке режиссер Анатолий Эфрос. Сегодня с нами здесь режиссер спектакля Анатолий Васильевич Эфрос и исполнительница центральной роли Раневской Алла Сергеевна Демидова. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе поговорили сейчас вот о том новом решении, которое было найдено в этом театре. Мне кажется, самое интересное в этом спектакле то, что все удалось объединить вместе. Они играют как бы симфонию в белом цвете. Вместе с художником Левенталем раскрывается перед нами такая картина ну как бы белого весеннего цвета, летучего цвета вишни. Какое-то ощущение нестойкости, перемен. Вот такое настроение охватывает вас сразу, когда вы входите в зрительный зал. Анатолий Васильевич, мне хотелось бы, чтобы вы сказали, с каким настроением вы ставили эту пьесу, ради чего, и что для вас было близко в этой пьесе Чехова? Ну, на такой вопрос, конечно, так очень коротко ответить трудно. Потому что ведь это за желанием поставить старую пьесу лежат, в общем, месяцы, а то и годы всяких, так сказать, изучений, размышлений, и постепенно кристаллизовывается какое-то желание, которое так в двух словах не сформулируешь. Но думаю, что классика тем и хороша, что она не устаревает. Она устаревает лишь тогда, когда мы подходим к старой пьесе не от себя, а от хрестоматии. Если мы подходим так, как принято, что называется, в кавычках, то есть вот так подходили, и так мы будем подходить, тогда старая пьеса довольно быстро устаревает. Потому что устаревает не сама она, а тот взгляд на неё, который был когда-то. Поэтому я предполагал, что хотя жизнь и быт каких-то людей, какой-то дворянской усадьбы важная вещь, но всё же более важная, это то такое сердечное, что ли, содержание, которое за этим бытом скрывается. И я его определял таким образом, что вот над людьми нависла какая-то опасность, а они перед лицом этой опасности беспечны. Я так и думал. Вот формула, что ли, спектакля беспечность и опасность. Я очень хорошо помню, вот Алла Сергеевна говорит, что она не видела спектакль МХАТ, а я его видел, очень-очень любил, как и три сестры. И очень хорошо помню, как играли там актёры, и в частности, как играл Москвин Епиходов. Он пел песенку там, что нам до шумного света, что нам, друзья, что враги, было бы сердце согрето жаром взаимной любви. И на этой песне построен весь у вас спектакль сейчас. Да, потому что в этой песне есть вот эта самая такая, знаете, драматичная мысль, что нам до шумного света, что нам, друзья, что враги. Люди беспечны. Они сидят, поют песенку, занимаются, бог знает чем, болтают, друг друга не слышат. Показывают фокусы. Показывают фокусы, советом не внемлют и не чувствуют, что время идёт, что время грозит им, если они не во всеоружии, и что время сносит тех, кто не подготовлен к его движению. Мне кажется, что Чехов писал об этом. Писал он с грустью о людях, недостаточно сильных, недостаточно способных воспринять беду. Ну и, конечно, в основном, Раневской. Мне кажется, конечно, я так думаю, что вот наш замысел, главным образом, может быть, воплотился в ней, если вообще считать, что он воплотился. Я вот помню ещё спектакль «Мхатовский» 1948 года, мемориальный спектакль, возобновлённый, где играла Раневскую Ольга Леонардовна Книперчехова. Это была удивительная женщина, удивительный какой-то человеческий феномен, ощущение какой-то мужественности, стойкости какого-то человека, который ещё держится, несмотря ни на что. Ну, как бы, несрубленное дерево. И мне интересно, Алла Сергеевна, вы не видели Ольгу Леонардовну? Вам не удалось увидеть её, да? Да нет, к сожалению, конечно нет. Хотя, думаю, что, может быть, это и хорошо, что я её не видела, потому что, наверное, мне бы это понравилось, а раз понравилось, а если тем более бы полюбила, то захотелось бы подражать, и тут бы уж конец всему. И поэтому мне ничего не оставалось, как обратиться просто к тексту Чехова. А по Чехову Раневская 37 лет, для меня вполне молодая женщина. Даже 36. 36. Шесть лет не была в России, живёт в Париже. Да как? Аня про неё говорит. Мама живёт на пятом этаже, на Курино, старый паттер с книжкой. Гаев про Раневскую. Она порочна, это видно в каждом её движении. Раневская про себя, про свою жизнь в Париже, про те отношения. Он бросил меня, сошёлся с другой, я пробовала отравиться. То есть вот на этом трагическом переломе Раневская возвращается в Россию, и возвращается не только не чтобы успокоиться, а наоборот, про дать, что последнее, что у неё осталось, вишнёвый сад. И для меня к амертону, вот к такому душевному, трагическому перелому, простите, Анатолий Васильевич, первый акт. Потому что первый акт начинается ожидание приезда, утро, мороз 3 градуса, вишня вся в цвету, 3 часа ночи, все лихорадочно возбуждены. И вот этот вот утренник, весной, я очень хорошо чувствую вот эту вот обострённость нервов и головы. Потому что, когда я была в доме музея Чехова в Ялте, мне очень понравилась его комната, где он рядом с кабинетом, где он спал, а он писал вишневый сад уже присмерть, и я думаю, что он уже писал почти эту пьесу лёжа, как Николай Островский. И вот это вот его узкая, почти девичья кровать, белая, и когда вот эти вот утренники, лихорадочные утренники, ожидание смерти, страх, переходит в длинное утро, переходящее в день. Рядом, кстати, с этой кроватью шкаф красного дерева, не то посудный, не то книжный. Мне сказали там, что этот шкаф семья Чеховов перевезла из Таганрога, и там мать хранила варенье. И я думаю, что в детстве, как все дети, наверное, они потихонечку воровали это варенье, и когда Чехов писал про книжный шкаф, монолог Гаева, многоуважаемый книжный шкаф, то он, наверное, имел в виду не тома, вернее, и это, конечно, литературы, русской, воспитавшей интеллигенцию, но и тот детский шкаф, когда воруешь варенье. Поэтому вот такое немножко не всерьез, тем более, что Гаев говорит ведь про этот книжный шкаф, чтобы успокоить сестру, когда варит к ней. Вот, мамочка, тут две телеграммы, Ираневская ястребом схватила, эти телеграммы спрятала где-то около живота, и потом так, беспечно, с Парижем кончено, хотя, конечно, они кончены, вот чтобы успокоить Гаев, вот про тот детский шкаф, и вот на этом сломе, на этих душевных кульбитах, мне кажется, вот у меня немножко открылась роль. Епиходов бильярдный кий сломал. Зачем же это Епиходов-то здесь? Кто ему позволил на бильярде играть, не понимаете? Не дразните ее, пейте, верите, она без того в год. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мнения, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело, к тому же я и вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви. А я должно быть ниже любви. Ну, а чего так долго нет Леонида? Ну, что он делает так долго в городе? Я не понимаю. Несчастье представляется мне до такой степени невероятном, Петя. Ну, что я как-то теряюсь. Я не могу сейчас такое сделать. Могу закричать. Ну, спасайте меня, Петя, спасайте. Ну, говорите, 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 что я. Продано ли сегодня имение или не продано, не все ли равно. С ним давно уже покончено. Нет поворота назад. Заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Да какой правде? Вы видите, где правда, а я ничего не вижу. Точно потеряла зрение. Вы смело решаете свои важные вопросы, голубчик, но не потому ли, что не перестрадали ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите в жизнь, но не потому ли, что жизнь скрыта от ваших молодых глаз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я сочувствую всей душой. А надо иначе это делать. Иначе. Простите меня, Петя. Простите. Мне тяжело на душе. Здесь мне шумно. Душа дрожит от каждого звука. У тех себе я не могу одной. Мне страшно. Простите. Простите меня, Петя. Я ведь вас люблю. Люблю. Как родной. Я охотно отдала за вас бы Аню, голубчик. Ну, нельзя так. Ну, нельзя, чтобы жизнь вас бросала с места на место. Ну, надо что-то делать. Ну, надо курс кончить. Ну, и с бородой надо что-то делать, чтобы она росла как-нибудь. Я не желаю быть красавцем. Вот. Получила телеграмму из Парижа. Этот дикий человек опять заболел там. Опять с ним нехорошо. И по-настоящему мне надо, конечно, петь и побыть возле него. А кто бережет его от Ашиз? Кто даст ему мовремя лекарства? Ну, и что тут скрывать или молчать? Я люблю этого человека. Люблю. Это камень на моей душе, но я люблю этот камень и жить без него не могу. И не говорите мне, Петя. Простите за откровенность, Бога ради. Ведь он обобрал вас. Я не хочу этого слышать. Ведь он негодяй. Ничтожество. Вам 25 или 26, а вы в гимназе 2 класса. Ваши годы надо понимать. Тех, кто любит. Надо самому влюбляться. Да вы нечистый человек. Вы дурак, урок. Я выше любви. Да вы не выше любви, мой милый. Как говорит наш Фирс, недотепа. Ваши годы, Петя, не иметь любовницы. Петя, ваши годы, Петя, не иметь любовницы. Петя, ваши годы, Петя, не иметь любовницы. Между нами все кончится. Петя, ваши годы, Петя, не иметь любовницы. Петя, с лестницы упал. Три, четыре. КОНЕЦ Мне кажется, Анатолий Васильевич, не знаю, согласитесь со мной, но мне кажется, что в вашем спектакле, вот кроме ощущения вот этой беды, которая нависла над людьми, и какое-то чувство безысходности, грозящей опасности, беспечности людей, есть еще какое-то общее настроение, которое уносит с собой зритель. Вот ощущение того, что в этих людях, ну вот в этой уходящей культуре, в этой интеллигентности, вот в этой особой культуре человеческих отношений, вот таилось что-то, то, что не может уничтожиться. Вот пройдет время, понимаете, вот приходят другие люди, смена поколений приносит совершенно иные ритмы, и они входят в ваш спектакль, но вот какая-то тоненькая преемственная нить оттуда, из прошлых времен, она все-таки должна протянуться в будущее. Не так это? Так, вообще «Вишневый сад», по-моему, самая лучшая пьеса в мире. С ней может не сравниться вообще ни одна пьеса, пускай, значит, это некоторое преувеличение, но я думаю, что может быть даже не преувеличение. Ну нет, это не гениальная пьеса, что говорите? Это пьеса, которая впитала в себя весь багаж старой драматургии и старой литературы и дала толчок на века новому театру и новой литературе и новой драматургии. В ней старый известный драматизм, сгущенный реализм соединяется с какой-то странностью будущего искусства, которое еще, по-моему, за столетия не исчерпается. Алла Демидова в одной из своих статей высказала мысль о том, что наше приближение к Чехову бесконечно. Мы как бы можем увидеть на звездном небе не одни только крупные звезды Большой Медведицы, но и прежде невидимые далекие мириады звезд. И поэтому приближение к Чехову бесконечно и новым зрением мы подчас можем увидеть что-то порой неожиданное, прежде невидимое. Еще более неожиданный спектакль вышел сейчас на сцене театра имени Ленинского комсомола. Это Иванов в постановке режиссера Марка Захарова с Евгением Леоновым в главной роли. Уже сам выбор актера на главную роль определил полемичность режиссерского замысла. Русский Гамлет – трагический образ русского интеллигента, которого обычно играли Качалов, Смирнов, Бабочкин. Теперь его играет такой характерный комедийный актер, как Евгений Леонов. Евгений Павлович, под какого героя Вы играете? Каков Иванов в Вашем представлении? Наш режиссер Марк Захаров, мы, я, театр, все хотели снять с образа Иванова традиционную исключительность, потому что Иванов, трагедия Иванова – это трагедия внутреннего разлада, потери веры. Это не трагедия одинокой личности, а беда целого поколения русских интеллигентов. Во всяком случае, Лесков в своё время говорил, что Иванов – потому умная пьеса, что Чехов в ней угадал внутреннюю физиономию целого поколения. И действительно, 19-й век, 80-е годы, тогда была написана пьеса, безвременная реакция на 60-е годы, обывательщина, и Иванов мог бы стать обывателем, потому что вокруг ложь, бутафорская болтовня, слова, слова, и как финал всего этого самоубийства. И нам хотелось бы, чтобы смерть Иванова была бы не героическим актом, не актом мужества, а скорее спасением от бессилия бороться. Это смерть для себя. Инна Михайловна, а теперь вы скажите, пожалуйста, вот я знаю, что эта роль, Анна Петровна, первая ваша чеховская роль. Вот чем был для вас сейчас Чехов? Вот как вы ощущаете сами, как актриса этого автора? Когда Марк Анатольевич предложил мне работать в пьесе Иванов, у меня там что-то... Это так глубоко, здесь нет никаких подпорок. Это в этой пьесе, как в жизни, просторно, и не знаешь, какой шаг... Как верно, как поступить верно или ошибёшься. Ну, как в жизни. Всё время решаешь задачи. Вот так же и в этой драматургии Чехова. Сара для меня человек очень интересный. Хотя я старею после спектакля, потому что очень устаю. Вот что я чувствую в этой женщине. Это её трагическое несоответствие стандартом, вкусом, моде времени. Она как белая ворона. И хочется быть как все. И хочется со всеми радоваться. Вот этим прекрасным радостям земным не получается. Почему-то не получается. Вот. А потом она очень сильно, слишком сильно любит. Слишком сильно. Возвыситься над обидой. Это, мне кажется, самое трудное, но самое необходимое для человека. Для того, чтобы почувствовать, ну, хотя бы приблизиться к истине. Мы обижаемся. И уже не способны воспринимать, что же происходит на самом деле с человеком. Нам ярость, чувства застилают глаза. Вот это такое произошло с Сарой. Вообще Антон Павлович воспитывает. Воспитывает, вы знаете. Да, он врать не разрешает, конечно. Да, он воспитывает чувства. Он уже совершенно какие-то другие требования к себе и к людям после каждого. Ну, вообще после вот такой встречи с ним. Даже в жизни? В жизни. Я его очень люблю. Он для меня живой и близкий человек. Мне кажется, что своим исполнением Инна Чурикова доносит нам образ иного, прошлого Иванова, которого нет на сцене. Ведь в сущности Леонов как бы играет только одну грань этого образа. Он показывает нам человека слабого. Это, ну, словно, Иванов лишний человек, обломов. Очень добрый, мягкий, хороший человек. Но в сущности неудачник. Который не сумел взять жизненный барьер. Но это не вся правда об Иванове. В каждом из нас слишком много колес, винтиков и клапанов, говорит Иванов. Я не понимаю вас. Вы меня не понимаете. И сами мы себя не понимаем. Эти слова о человеческой сложности выдвинуты вперед в другой постановке Иванова. И говорит их совсем не человек срединный, заурядный, а наоборот, по-своему исключить даже редкостный. Аня, я с тобой говорю невозможным тоном. Со мной никогда не было этого. Я к часу вернусь. Коля. К часу. Коля, милый, мой. Останься дома. Голубушка ты моя. Родная моя. Несчастная ты моя. Не мешай мне из дома езжать. Дома мучительно тяжело. Это жестоко, несправедливо с моей стороны. Но ты мне позволь эту несправедливость делать. Прячется солнце, душу тоска давить начинает. Аня, такая тоска. Ты даже не спрашивай меня. Я и объяснить тебе не могу. Тоска. У меня дома тоска. Я к Леведевому поеду. И там тоска. И обратно домой. И тут всю ночь дома. Тоска. Тоска. Отчаяние. Коль. А то остался бы. Будем, как прежде. Разговаривать. Поужинаем вместе. Будем читать. Будем читать. Я и Брюс Гар изучили для тебя очень много дуэтов. Останься. Я тебя не понимаю, Коля. Это целый год продолжается. А чего ты изменился? Не знаю. А почему ты не хочешь, чтобы я уезжала с тобой по вечерам? Хочешь, чтобы я тебе сказал? Угу. Я скажу. Жестоко с моей стороны, я скажу. Когда меня начинает мучить тоска, я тебя начинаю не любить. Я не люблю тебя. Я от тебя бегу. Коля. Мне надо из дома уезжать. Тоска? Да? Я понимаю, Коля. Я понимаю. Знаю, что Коля... Ну, ты попробуй, как прежде. Ну, петь, смеяться, сердиться. Ну, попробуй, Коля. Останься. Будем петь. Петь наливку. Твою тоску разгоним в одну минуту. Коля. Колечка. Хочешь? Я буду петь. Сейчас. Не знаю, что Коля. Пойдем, сейчас я на тебя в кабинете. В Потемках. Как прежде. А? И ты мне про свою тоску расскажешь. У тебя такие страдальческие глаза. Страдальческие, страдальческие. Глазки у Коля моего. Я буду глядеть в них и плакать. Нам обоим станет легче. Останься. Ну, пожалуйста. или... Коля? Как? Цветы появляются каждую весну, радости нет. Да? Ну, поезжай. Поезжай, Коля. Аня, помолись за меня, Богу. вот что, Анна Петровна, возьмите-ка себе за правило, как только бьет шесть часов, немедленно идите в комнаты и не выходите оттуда до утра. Вечерняя сырость вам вредна. Слушаюсь? Что слушаюсь? Я говорю серьезно. А я не хочу быть серьезным. Вы же кашляете. Что ж? Какая скука. Бон, кухарки и кучера сдают себе бал. А я как брошенная. Доктор? Евгений Константинович, где вы там шагаете? Идите сюда. Ну, идите. Сядьте. Не могу я сидеть. Играет. Доктор, у вас отец и мать есть? Умер отец, мать есть. Вы скучаете по мате? Скучать-то мне некогда. Цветы появляются каждую весну, а радости нет. Кто сказал мне эту фразу? Дай Бог памяти. Кажется, сам Николай сказал. Опять собака кричит. Господи, да пусть подключает. Вы знаете, доктор, я начинаю думать, что жизнь меня обсчитала. Обсчитала. Множество людей ничем не лучше меня бывают счастливы и ничего не платят за свое счастье. Я же платила за все. Решительно за все. И как дорого. За что? Ну, за что? Брать с меня такие чудовищные проценты. Душа моя, вы все осторожны со мной, все деликатничаете, боитесь сказать правду. А думаете, я не знаю, какая у меня болезнь? Думаете, я не знаю? Я знаю. Впрочем, скучно об этом говорить. Правда? Умеете рассказывать смешные анекдоты? Нет, не умею. А Николай умеет. Что со мной? Я сам хотел спросить тебя об этом. Признаюсь, стеснялся. Не знаю, брат. С одной стороны, мне казалось, что тебя одолели несчастья разные. С другой стороны, знаешь, ты не таковская, что того бедой тебя не победишь. Что ты, Николаша, другое. А что? Не понимаю. Да вот я тоже не понимаю. Мне кажется, или нет, впрочем, нет. Видишь ли, что я хотел сказать? Был у меня рабочий Семён, которого ты помнишь. Раз в арею молодьбы, он захотел похвастать перед девками и своей силой взвалил себе на плечи два мешка ржи, надорвался и умер. Мне кажется, я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты, веровал я не так, как все, женился не так, как все, горячился, рисковал деньги свои, сам знаешь, бросал налево-направо, был счастлив и страдал, как никто во всем есть. Все это, Паша, мои мешки. Завалил себя на спину, а спина-то... 20 лет мы все герои, за все беремся, все можем, к 30 уже утомляемся и никуда не годимся. Ну, чем? Чем ты можешь объяснить такую утомляемость? А? Впрочем, быть может, это не то. Не то. Нет, не то. Иди, Паша, с Богом, я надоел тебе. Знаешь что, тебя, брат, среда заела. Ну, глупо, Паша. И старо. Иди. Действительно глупо. Я теперь сам вижу, что глуп. иду. Иду. Поезжай к нам, потолкуй с ней обумном и развлечешься. Она верный, искренний человек, Паша, голубчик. Оставь меня одного. Я понимаю. Понимаю, я понимаю. Прощай. У меня еще на освещение школы. Умная. Вчера мы стали, Шурочка, насчет сплетен говорить. Она афоризмом выпалила. Светлячки, папочка, говорят, светят ночью только для того, чтобы их легче могли увидеть и съесть ночные птицы. А хорошие люди существуют для того, чтобы было, что есть клевете и сплетен. Ну, каково, гений, Жорж Санд. Паша. Афоризмом 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 что это означает? Были на тихо подлы, что забил эту меву. Кладу ее у пани ступ. ПОЩЕЛА ПОЩЕЛА ХОПКО СПЛИО Не баве му сами сил. СПЛИО Всеми. Март То я не познаю пани. Зменилася пани в стоснку до меня. Взрок пани есть холодный. Оценность моя крэмпует пани. Остатно стал się пан дрожжливый. Выражаетесь пану, конечно, незрозуми, но при помощи каких-то символов. Там мэва, видно, тоже есть символом, но... Дарует пан. Я не понимаю, 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 чтобы пана понимать. Зачем это вечером, когда так глупо падала моя штука. Кобицы не выбачивали мне поводение. Спалили все, 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 до остатного стрепка. Если бы пани знали, как я не счастливый, то, что пани для меня охлодила, то есть страшное, недовиарное. То так, как бы мне обучил себя и что... и увидел, что... то озеро высшло или учекло вглубь земли. Сказала пани предсвелом, что пани есть слишком прост, чтобы меня понять. Но что? Что? Стука мне сподобала, что пани? Гарди пани моим натхнением. Уважа меня уже за мирного, причемного человека, каких есть так много. Как я это понимаю! Как я это понимаю! Как я это понимаю! Звонит мне, как я снимаю мою амбицию, когда мышца и крео! Высоса как жирно. Ото правдивый талет. Кроц как хатлет. И также с книжкой в руку. Слова, слова, слова. Еще то солнце не приближало себя до пани. А уже пани ущема. Взрок пани стоит в его порумениях. Не буду вам мешать. Не дразните вы ее, Петя. Вы же видите, она и без того в горе. Уж очень усердно. Она на свое дело суется. Целое лето не давала покоя ни мне, ни Ане. Боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое дело, к тому же я вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы выше любви. А я вот должна быть ниже любви. Отчего так долго нет Леонида? Только бы знать, проданы имения или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что я просто не знаю, что делать. Я могу сейчас крикнуть, могу глупости сделать. Спасите меня, Петя, говорите что-нибудь. Кого-нибудь человеку говорите. Проданы сегодня имения или не проданы? Не все ли равно? С ним уже давно покончено. Нет поворота назад. Заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо себя обманывать. Надо хоть раз в жизни посмотреть правде прямо в глаза. Какой правде? Вы видите, где правда, а где неправда. А я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Но не потому ли, голубчик мой, что вы ещё молоды и не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите вперёд, но не от того ли, что не ждёте от жизни ничего страшного, так как она ещё сокрыта от ваших молодых глаз. Вы умнее, честнее, глубже нас. Ну, вдумайтесь же, будьте хоть на кончике пальца великодушны. Пощадите меня, те дела здесь. Здесь жили мой отец, мать, мой дед. Я люблю этот дом и понимаю моей жизни без вишнёвого сада. И если уж так надо продавать, так продавайте меня вместе с ним. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек. Вы знаете, я сочувствую всей душой. Ой, ну надо иначе как-нибудь это сказать, иначе. Ой, сегодня так тяжело на душе, вы себе представить не можете. Мне здесь шумно дрожит душа от каждого звука, а уйти к себе не могу. Одно и в тишине мне страшно. Не осуждайте меня, Петя. Я люблю вас как родного, клянусь вам. Я охотно отдала бы за вас Аню, но только, голубчик мой, надо же учиться, надо курс кончить, а то вас как-то бросает с места на место. Так это странно, не правда ли? И потом, милый мой, надо же что-то с бородой делать, чтобы она росла как-нибудь. Смешно его. Я не желаю быть красавцем. А, вот. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня этот дикий человек опять заболел, просит прощения, умоляет вернуться. И по-настоящему мне следовало бы поехать к нему, побыть там, подле него. Петя, у вас строгое лицо, но что же делать, голубчик? Что делать? Он болен, он одинок, он несчастливый. Кто там последит за ним, кто даст ему вовремя лекарства, кто удержит его от ошибок. Что ж тут скрывать и молчать? Я люблю его. Это ясно? Люблю, 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 люблю. Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. Не думайте обо мне, Дурлик, и не говорите, ничего не говорите. Простите за откровенность, Бугарати, но ведь он же обобрал вас. Нет, 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 не надо говорить так. Ведь он же негодяй, вы только одна этого не знаете. Он мелкий негодяй, он ничтожество. Вам 26 или, может быть, 27 лет, а вы все еще гимназист второго класса. Не пусть. Пусть. Надо быть мужчиной. Надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить. Надо влюбляться. И нет в вас чистоты. Я просто вы, 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 вы чистюлька. Смышной чудак, урод. Что она говорит? Вы выше любви. Вы не выше любви, а просто, как говорит наш фирс, вы ее недотепа. В ваши годы не иметь любовницы. Что она говорит? Я не могу. Между нами все кончен. Ой, Петя. Ой, простите мне, Галучка. Я пошутила. Петя. Петя, Петя, Петя. Бугарати, простите. Я пошутила. Петя. И снова мы с вами в зале Московского художественного театра. Сюда возвращает нас новый чеховский спектакль МХАТ. Это Иванов. Его поставил Олег Николаевич Ефремов. Здесь сегодня с нами исполнители центральных ролей. Иннокентий Михайлович Смоктуновский. И Андрей Алексеевич Попов. Первый мой вопрос к режиссеру. Олег Николаевич, мне хотелось бы, чтобы вы сказали, почему вам казалось так важным для художественного театра поставить сейчас Чехова именно такую пьесу, как Иванов? Все мы знаем, что художественный театр и создал свою эстетику. И одним из первых авторов этого театра был Антон Павлович Чехов. А Чеховый театр родился? И чтобы выверять искусство этого театра, надо всегда все-таки обращаться обязательно к Чехову. Ну а в этой пьесе Чехова, в одной из первых, просто его пьес, заложено уже все будущее его творчества. Уже есть, так сказать, куски просто, ну, сложившейся его эстетики. Где-то это еще только нащупывается. И поэтому нам и хотелось тоже, вот как и он начинал свое драматургическое творчество, так же и подойти к Чехову. Потому что мне думается, что Чехов сейчас волнует всех своей загадкой. А в чем, я думаю, главная загадка его? В том, что все-таки он из всех, так сказать, современных писателей, драматургов, или во всяком случае, начал такую новую эру драматургии. Он пишет жизнь. А жизнь всегда загадка. Нам хочется разгадать эту жизнь. И вот в этой пьесе не зря ведь все время герои спрашивают друг друга, а вы себя понимаете, а вы меня понимаете, а что такое вообще человек? И я думаю, что и сегодняшним зрителям иногда тоже надо разбираться, кто он такой и кто рядом с ним. Имеет ли он право судить того, кто рядом с ним, не осудив себя за то или другое. Конечно, к Чехову тянутся художники и люди особого склада, которые хотят все время в искусстве открывать жизнь и правду этой жизни. И поэтому не зря, наверное, вы нас вот тут и собрали. Да. И действительно, как вот разгадать такого героя, как Иванов? Мой персонаж, Николай Алексеевич Иванов, очевидно, концентрат, задуманный Чеховым, как сгусток совести, проблема, проблема человека внутри. И этот персонаж мне дался страшно трудно. Может быть, совсем не потому, что я бессовестный, нет, не могу сказать, я, может быть, так сказать, не совсем тот, которого имел Чехов в виду, но платформа, огромный заряд, написанный Чехом в этом персонаже, выявление больной совести от среды, от окружения, для меня совершенно очевидно. И мне кажется, если наш спектакль в какой-то мере, в какой-то мере забросит хоть маленькое зернышко в каждого смотрящего наш спектакль, хоть маленькое, невероятно маленькое, а сейчас уже можно с уверенностью сказать, что совсем не маленькое, потому что люди стоят, смотрят, некоторые аплодируют довольно долго, некоторые стоят, просто смотрят, стоят и смотрят. Мне кажется, даже подобная реакция, она говорит о том, что спектакль бросает свои добрые зерна Чехова туда, куда надо. Потому что я не могу сказать, что Чехов в других вещах менее требовательен к таким проблемам, нет. Но здесь именно об этом вещь, именно об этом персонаж. Он подал, Чехов подал его беспрекрас, выявляя обнаженность этой совести, его души, этого персонажа. Не случайно мой режиссер решает этот поступок Иванова в конце пьесы, как торжество, как оптимистическое решение. Если я не могу сделать так, как я думаю, как должно быть, я должен поступить, как поступил мой персонаж. Вот так решает Чехов весьма-весьма оптимистический в разрешении этой проблемы. Но, может быть, не столь оптимистический для самого Иванова, как мне кажется, не знаю я. Здесь я не знаю, смог ли я это, да, смог ли я, так сказать, высказать это так, как это я чувствую. Ну, здесь страшно тонкие вещи и глубокие, и они хорошо выявляются в работе в репетиционном периоде. А когда уже идёт спектакль, уже пошёл вал действия, содействия с партнёрами, со сцены, со зрительным залом, с сегодняшним днём, с семьёй, с детьми, с улицей, с машинами, совсем-совсем на свете. Это, как ни странно, это всё об этом писал Антон Павлович Чехов. Взаимодействие этой совести со всем, и все совести взаимодействуют с этой совестью. И в пьесе ведь, видите, все же судят, все судят его. И только он один. А он один судит себя. А он судит только себя. И, наверное, от этого и выстрел этот. Этот выстрел не просто, так сказать, телёночек застрелился. Это поступок мужественного человека. Вот мне интересно как раз у Андрея Алексеевича спросить, вот почему его, Лебедев, вот не мог же сделать такого выбора. Он продолжает жить так же, да? И будет, и не выйдет никогда. И не покончит с собой. Ну, здесь интересно то, что мы с Олегом Николаевичем искали в этом характере, в этом образе, не только, так сказать, такой вот тюфяк, подмятый под, так сказать, волей своей жены, а хотелось в нём показать ещё черты прежнего человека и такого второго, что ли, Иванова в своё время. И поэтому, так сказать, вот эта линия, она, так сказать, даёт возможность больше показать образ с трагической какой-то, так сказать, стороны. И мне очень приятно, когда я читал, в каждой роли ведь у Чехова есть свои, так сказать, предшественники и традиции. Вот эту роль играл прекрасно, говорю, от Варламов, я о нём читал, играл Лужской в художественном театре. И что меня особенно привлекало, это то, что у них тоже это направление трагического. Сценическая жизнь Чехова продолжается. Она неисчерпаема. Глава о Чехове ещё не кончена, говорил Станиславский. Её ещё не прочли как следует. Не вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть её раскроют вновь, изучат и дочтут до конца. Сцефир totally run! Ну смешно。 Так. Продолжение следует... 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 Белое деревце склонилось, похоже, на женщину. Какой изумительный сад. Белая масса цветов. Голубое небо. Спасибо прохожему, напугал Варю. Теперь мы одни. Варя боится, как бы мы не полюбили друг друга. Она своей узкой головой не может понять, что мы высшей любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает людям быть свободными и счастливыми. Вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к той яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед! Не отставай, друзья! Как хорошо вы говорите. Сегодня здесь дивно. Да погода удивительная. Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я больше не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно. Мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна. Много на ней чудесных мест. Ну, вот подумайте, Аня, ваш дед, прадед, все ваши предки были крепостники. И неужели с каждой ветки в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, а? Неужели вы не слышите голосов? Владеть живыми душами, да это же переродило вас всех, живших раньше и теперь живущих. Так что вы, мать, дядя, вы же не замечаете, что живете в долг за чужой счет. За счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней. Ай, мы отстали лет на двести. У нас нет еще ровно ничего. Нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем. Жалуемся на тоску. Или пьем водку. А ведь так понятно, Аня, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним. А искупить его можно только страданием, только непрерывным трудом. Поймите это, Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом. Я уйду, даю вам слово. Если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте их в колодец, уходите. Будьте свободны, как ветер. Как хорошо вы сказали. Аня, верьте мне, Аня, верьте мне. У меня еще нет тридцати, я молод, я студент, но я уже столько испытал в жизни. Как зима, я голоден, встревожен, беден, как нищий. Куда только судьба не гоняла меня, где я только не был. И все-таки, каждую минуту, днем, ночью, душа моя полна каких-то неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую... Счастье, Аня. Я уже вижу его. Восходит луна. Да, восходит луна. Вот оно, счастье. Вот оно идет, подходит ближе, ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, что за беда, его увидят другие. Олег Николаевич, а почему вот такое решение Вы выбрали и пригласили такого художника, как Боровский? И вот эта коробка, заплетенная сухими плетьми. Ну, я думаю, что Боровский – это один из лучших художников сейчас у нас в стране. И художник как раз, ну, удивительный и работающий, так сказать, в различных, что ли, направлениях театра. Он может и придумать прием иногда очень интересный, и динамичный, и так далее. Но в данном случае мне представляется, что самая главная его черта, как художника, это удивительное чувство. Вот в нем прямо сидит это. Он не может переносить чего-то уже повторяемое, а иначе говоря, пошлое на сцене. Ну, а мы же ставили Чехова, и поэтому хотелось, чтобы был именно такой художник, который бы сумел, кроме тех задач, которые, так сказать, мы обговаривали с ним, а задачи были такие, это и закатный спектакль. Осенний. Осенний, закатный, о закате говорится много. Потом в одном письме, откуда возникло пространство, Чехов пишет, что, например, на Западе люди, значит, стреляются или вообще уже не могут найти себе места от скученности. А у нас в России от того, что такие пространства, и человеку некуда деваться, и в этих пространствах он все равно ощущает себя одиноко. И можно было бы изобразить это пространство, наверное, пейзаж нарисовать и так далее. А вот он сумел, Боровский, найти вот эту усадьбу, которая уже действительно в запустении, и достаточно ясно и просто решить проблему пространства. Это входило и в наши методологические, так сказать, устремления. Мы хотели все-таки избавить Чехова от иногда прикрывающегося, актеры иногда любят прикрываться за незначительным, необязательным бытом. Потому что я не... Ну, то есть, я думаю, что театр может, и наш спектакль все равно бытовой спектакль. Тут есть достаточно много быта. Но быта какого? Необходимого, который так или иначе раскрывает этот образ и смысл. Но нету лишнего быта. Нету такой, так сказать, просто удобного существования, когда это переходит уже в некоторый такой просто натурализм, если можно сказать. Вот тут нам очень помог Боровский, художник очень большой. И с ним нам хотелось бы, конечно, продолжать сотрудничество, работу. Мне как раз очень интересно было, что как будто бы актерам и неудобно. И они как бы вытолкнуты вот в это пустое пространство. И у них ощущение, что некуда прислониться. И вместе с тем это дает вот нам самим чувство вот их потерянности, разобщенности. Их маяту. Да. Их маяту. Потому что все не находят себе именно удобного места. Поэтому эта пластика, она, так сказать, абсолютно связана с тем, с той внутренней жизнью, которая, так сказать, необходима так в Чехове. Это не просто прием. Вот здесь это не прием. А это та необходимость просто. Да, и я думаю, что тут даже больше читается, потому что драма Иванова возникает как бы на людях все время. Это очень интересный прием в спектакле, когда очень какие-то личные, лирические, интимные сцены проходят все время в присутствии каких-то посторонних людей. Даже какие-то там толкутся лишние люди, какие-то две древние старухи все время сидят на авансцени. Понимаете, как бы вот такое ощущение публичности этой драмы Иванова, который выставлен как бы на всеобщее осмотрение. Вот на площади, на плацу. Ну а разве вот вы, Марьяна, вот Иннокентий Михайлович, да я думаю, вот и другие товарищи, разве у вас не было такого ощущения, что вы иногда не можете просто собраться и сосредоточиться на чем-то очень важном, самым может быть главным в жизни, хотя бы просто о том, зачем ты живешь и в чем смысл жизни, а тебе не дают. Тебе не дают, потому что, во-первых, собрание, работа, а потом в это время... Телефонный звонок. В это время там, я не знаю, 17 мгновений по телевизору, как не посмотреть, а потом еще что-то, газеты пришли. Ну я не знаю, такой уже это какая-то жизнь наша такая, просто вы понимаете, я ловлю себя, но может у меня еще должность такая, но я убежден, что... И я так же. И все так же. Мы настолько иногда не можем сосредоточиться, и наше искусство бежит за этим. Если уж ритмы, так давай эти ритмы, чтобы заглушить все, чтобы ты только не сосредоточился, чтобы ты только не подумал ни о чем. Разве же можно так? Вот об этом и Иванов хочет подумать. И, наконец, понял, что подумать ему так и не дадут, и лучше покончить с собой. Субтитры сделал DimaTorzok